1932 год. Бесконечные поля камышей и болоты. Именно этот год стал судьбоносным и положил начало для создания маленького на особенного городка – Каспийска. По решению Полютбюро ЦК ВКП большевиков на территории Дагестана началось строительство завода по изготовлению морского оружия – Дагдизель, в котором принимали участие люди с разных уголков Советского Союза. Малярия здесь многих погубила, естественно, потому что кто-то и уезжал, не выдерживал, но тут же уже съезжались не только русские люди, а плюс еще русские все-таки несли. У нас такая объединенная культура между русскими и дагестанцами – это что-то слилось, понимаете, это взято там, взято там. После осушения болот в 1936 году вокруг завода вырос поселок с рабочим названием «Двигательстрой». Стала кипеть жизнь, появились школы, библиотеки, клуб и коммунальные квартиры, забитые приезжими рабочими. Со временем поселок начал преобразовываться и даже появились первые эскизы того, каким он будет. Проект был создан ленинградскими архитекторами, которые хотели придать поселку атмосферу нынешнего Петербурга. Это то, что должно было быть, но война не дала этой возможности. А дальше вы уже видите, здесь у нас, здесь как улицы идут наши, вон видите, это уже 50-й год, вот 38-й год, посмотрите. Значит, вы можете по годам посмотреть, это то, что было в начале, потому что осушение болот, вот это люди прямо шли, малярийные комары, стаи мы летали, это ужас было, и поэтому здесь это все естественно. Это наша поликлиника как раз здесь, так, ну вы видите все, это то, что как строилось, это дворец культуры, 31 год, да. Значит вот, а это, вот видите, 44-й год, торпедный катер, пожалуйста, тоже, который, именно то, что было здесь у нас, это все. Это как добывалось, видите, снимок, здесь первый взрыв для добычи камня. А вот и одна из центральных улиц города, Орженикидзе, названная в честь Григория Орженикидзе, главного куратора стройки завода. Именно тут и началось строительство первой школы и больницы в поселке. Сейчас на месте пустыря бесконечное движение и люди. Война изменила все. Каждый заветчанин отправился защищать родину. Первая школа превратилась в госпиталь. Все жители на тот момент еще поселка участвовали в борьбе за жизнь раненых. А в барачных палатках были пленные немцы, которые участвовали в строительстве и преобразовании города. В 1947 году двигатель строй был преобразован в город. После долгих раздумий было переименован в Каспийск, так как поселок находился на берегу Каспийского моря. У меня представление о городе было такое, что вот город начинается с окраин, с частного сектора. А здесь мы въезжаем в город, и вот первый дом, который был в Каспийске в 1971 году, это дом вот здесь на Ленина, на пересечении, на перекрестке. Вот это первый дом был. И меня настолько поразило то, что вот здесь везде был песок, 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 и вдруг пятиэтажный дом вырос. И я думаю, а где же пригороды, а где же маленькие дома? То есть вот что меня поразило и запомнилось на все время, это вот начало города, что нет частного сектора. То есть улица была пустая? Пустырь был, абсолютно песок был, пустырь был. И вот первый дом был на улице Ленина. В каждой истории есть и тяжелая глава. Каспийск, как и любой город, на Кавказе располагается посреди гор, которые порою могут приводить к устрашающим природным явлениям. В 1970 году горожане от страха перед участившимися землетрясениями начали покидать город. Видим, как люди, кто чемоданы взял, кто раскладушку взял. И шли почему-то, именно кто-то к морю шел. Ну, на улице все были в основном, понимаете. Сильно качал. Вот это было где-то, я не помню, 8 или 9 баллов, где-то вот такое. Потому что я впервые это почувствовала. Днем еще начало, когда трясет. Я думаю, кто стул двигает? Это был обед. Я, значит, пойрусь на заводе в столовой, никто не трогает мой стул. А все вскочили к окну, значит, к окошкам. Я поняла, землетрясение, землетрясение. Вот тогда я впервые поняла, что такое землетрясение. Проходили дни, недели, года. Город становился и приобретал свой стиль. В этом ему помогала веселая молодежь, что проводила свободное время в Доме культуры. Изучала искусство, училась рисовать, петь и танцевать. Городской стадион труд никогда не пустовал. В нем всегда были амбициозные ребята, мечтающие покорить мир. Раньше это был настолько уютный, какой-то семейный город. Набережная улица мира, которую называли Топталкой. Все горожане выходили. Топталкой? Топталовкой называли. Почему? Ну, потому что там не было машин, там только люди гуляли. И вот так ее называли между собой. Да. А вот вечером выходили, гуляли. Набережная была. Пирс был шикарный, деревянный, который в свое время, потом, когда море поднялось, его смыло. Касписк – это место рождения многих известных политиков, таких как Давлетхан Алиханов, Леонид Мехельсон. Спортсменов в лице Владимира Юмина, Хабиба Алахвердзиева, Тимура Богатырева и многих других. Касписк стал музой для известной поэтессы Марины Курсановой, которая посвятила городу не одну свою песню. 75 лет городу. И мне в этом году 75 лет. 75 лет. Процветание, конечно же. Процветание городу. Здоровье его жителям обязательно. Чтобы были все здоровы. Чтобы в семьях был достаток. Чтобы в семьях был покой. Чтобы матери не страдали о детях. Мирного неба нам.